Но как бы то ни было, жизнь идет своим чередом, а перед руководством еще стоит очень много вопросов, которые необходимо решать, даже если они достались и по наследству. Десятилетнюю проблему по возвращению беженцев из пригородного района и города Владикавказа нельзя больше растягивать. Впервые за долгие годы президенты двух республик вместе посетили пригородный район. Ведь каждая сторона понимает, что только добрососедские отношения приведут к стабилизации миру на Северном Кавказе. Очень символично то, что мы действительно начали со школьных учреждений, с медицинских. И вот то, что было сказано, конечно, вот та общая беда сегодня, значит, вот эти селевые потоки сегодня в республике Северного Кавказа, Южного нашего округа оказались в одной ситуации. То есть трагедия очень сильно коснулась многие регионы, стихия не пощадила, значит, ни людей, ни жилье. И сегодня даже беженцы пострадали, у нас целые, значит, палаточные лагеря смыло. Но сегодня мы все вопросы решаем вместе, в едином порыве. Сегодня с Александром Сергеевичем мы были в школе, где учатся дети, да, тысячи детей, и осетины, и ингуши. И сегодня мы даже ушли от этого слова конфликт и больше его впредь употреблять, значит, ни на каком уровне не намерены. И сегодня есть доброе такое начинание, это, значит, встречи по линии духовенства, молодежи, творческие союзы. То есть сегодня происходит сближение братских народов. Поэтому я думаю, что вот подтверждение тому и сегодняшняя встреча, она не первая встреча с Александром Сергеевичем. Мы встречались, и у нас, значит, видение вопроса одинаковое, потому что люди, значит, сегодня должны жить в мире, в согласии. У нас есть очень добрые традиции на Кавказе, традиции поддержки, взаимовыручки, традиции, когда люди всегда готовы разделить чужое горе, то есть сопереживать то, что происходит у соседей. Дело в том, что мы с Муратом Магомедовичем договорились, что встречи наши будут носить регулярный характер. Они будут касаться еще большего внимания к вопросам, которые надо решать. Это относится и к беженцам, и к поискам совместных проектов для обеспечения тех, кто не работает, работой. Это важнейшая социальная проблема. А вот в этот день нас свели общие заботы в отношении народов двух соседних республик, которые очень пострадали, так же, как и другие республики области и края. Юга России от ливневых дождей, селевых сходов. И, можно так сказать, то, что происходит в Осетии, немедленно с небесной канцелярией, так сказать, приспускается и на территорию Гушетии. И, скорее всего, мы в результате нашего совместного пребывания с одной стороны о многом договоримся, а с другой стороны мы подтвердим, что когда мы вместе, то мы преодолеем в том числе и стихийные бедствия. 11 октября 2002 года два президента подписали соглашение о развитии сотрудничества и добрососедства между республиками Ингушетия и Северной Осетии, в результате чего укрепились политические, экономические и культурные связи между республиками. Теперь встречи на разных уровнях, будь то встречи президентов или одинаковых фамилий, совместные концертные программы для жителей Ингушетии и Северной Осетии, они не являются новостью, они практически регулярны. Хотя сегодня утверждать, что проблема целиком исчерпала себя, было бы неверно. Еще остается ряд нерешенных вопросов, в том числе связанные с возвращением людей в места их постоянного пребывания. Но помимо беженцев из Северной Осетии, которых насчитывается около 18 тысяч, проживающих на территории Ингушетии, еще очень великое число беженцев из Чечни, которые ютятся в республике уже четвертый год, и их проблемы тоже нужно решать.